Дорогие мастера и мастерицы, уважаемые и сочувствующие, здравствуйте все! Сегодня я хочу поднять злободневную тему, имя которой апсайклинг. Это такой английский термин, у которого в русском языке есть описательные синонимы, но очень длинные. Я бы сказала это так. Возможность подарить новую жизнь старым вещам. Вот, например, смотрите, вот совершенно дивная косметичка. Мне она очень нравится, она такая яркая, такая пушистая, такая вместительная. А ведь когда-то это был свитер. Я выросла, а он остался маленьким. И поэтому мне захотелось подарить ему вторую жизнь. Его так приятно держать в руках, он такой приятный на ощупь. Косметичка проживет гораздо дольше, чем устаревшая одежка. Или вот, например, моя любимая Матильда. Такая замечательная у меня есть подружка, собачка. У нее бусы, у нее такое украшение на голове. Казалось бы, а что здесь старого? Вроде бы это новые образцы мебельных тканей. А нос Матильды? Это палец от старой кожаной перчатки. Какие еще вещи можно использовать, чтобы подарить им вторую жизнь? Посмотрите, вот это вот брошь. Мы с вами делали такие по теме дорсатские пуговицы. Здесь внутри старое колечко от штор. Или вот брошь. Здесь внутри, она невесомая, очень легкая, очень красивая. Здесь внутри пластик от обычной полуторалитровой бутылки. В моем браслете, можно сказать, большой кусок полуторалитровой бутылки. Она изогнута, за счет этого пластик держит форму, и за счет этого браслет держит форму. Он текстильный, мягкий, но за счет того, что там пластик, браслет выглядит прекрасно. Больше всего мне нравится, что такие украшения, это же пара. Помните, мы делали и колье с вами? Вот оно, в стиле Боха. Больше всего мне нравится, что эти украшения, за ними очень просто ухаживать. Бросил в стиральную машину, и снова они свежи. И еще у меня на столе стоит вазочка с очень жизнерадостными тюльпанами. Как мне нравятся дивные цветы, которые будут жить очень долго, если не вечно. Здесь у меня по второму кругу живут такие вещи. Внутри стебля трубочка для коктейля, а зелень, стебли и листья сделаны из обрезков, которые остались от пошива наволочек. Скоро светлый праздник. Я хочу, чтобы мы с вами сделали еще один вид весенних цветов. Вот по этому же принципу. Как мы знаем, самые такие яркие весенние цветы это тюльпаны и нарциссы. Тюльпаны у меня уже есть. Сегодня я вам расскажу, как сделать нарциссы. Итак, для сегодняшней работы, для того, чтобы сделать удивительные нарциссы по красоте, мне они очень нравится. Я сначала буду использовать вот такую пластиковую баночку из-под сметаны. Она мне пригодится в двойном размере, в двойном экземпляре. Примерно на расстоянии двух пальцев от дна я нарисовала линию, по которой сейчас я ее разрежу на две части, эту баночку. У меня получится вот так. Дно я пока оставлю. Оно нам пригодится в следующий раз. А в этот раз для изготовления цветов мне понадобится верхняя часть. Как правило, когда идет раскрой каких-то деталей, очень важно, чтобы были шаблоны удобные в использовании и одинаковые для всех деталей. Вот для того, чтобы мне сделать нарцисс, мне нужно вырезать шесть одинаковых кружочков из синтетической ткани. У меня это белый капрон. И вот как раз при помощи вот этой вот части баночки очень удобно, накладывая ее поверху, обводить контур и получать ровные и одинаковые детали для цветка. Для того, чтобы цветок получился аккуратный и красивый, нужно, чтобы у нас были аккуратные и красивые заготовки. Вот смотрите, вот здесь вот чуть-чуть капрон обмахрился. Вот этого допускать нельзя, вот таких вот ниточек. Обязательно их нужно обрезать, потому что ниточки будут гореть быстрее самой ткани и может оплавиться больше, чем нам нужно. Для того, чтобы обжечь все заготовки, их будет семь. Я буду использовать свечу. Это гораздо выгоднее, чем зажигалку. Зажигалки может не хватить на букет. Вот таким вот движением. Я не буду близко подносить ткань к огню. Можно сказать, на расстоянии буду оставлять. Мне нужно, чтобы просто опалился, подплавился самый кончик этой заготовки. Вот такая вот штатная получится заготовка. Для цветка белых мне нужно 6 штук и седьмой кружочек желтый для серединки нарцисса. Заготовку для цветка мы с вами сделали, а стебель и лист нужно сделать в первую очередь. У меня для этого вот такой красивый креп атлас. Это тянущаяся ткань зеленого цвета. И я хочу использовать обе ее стороны. Одна сторона блестит, и она более яркая, а вторая более темная и матовая. Мне нравится, когда есть разная зелень в букете. Это очень оживляет его. Для того, чтобы получить стебель, я выкрою сейчас прямоугольник шириной 4 сантиметра, а длиной такой же длины, как ваша трубочка для коктейля. Ну вот моя толстая, может быть, это не совсем часто встречается. Вот для нее нужно ширину полоски сделать 4 сантиметра. И длиной, ну это я просто по опыту знаю, 24. У меня полоска вот эта вот, ширина ее 10 сантиметров. 4 сантиметра уйдет на стебель и 6 сантиметров остаток полоски уйдет на лист. Лист делайте короче стебля и красиво, если в букете листья будут разной длины. После того, как вы выкроете прямоугольник для стебля, короткие срезы нужно немного опалить, чтобы они не махрились. И вдоль длинного среза проложить строчку на ширину лапки. Теперь нам нужно этот стебель вывернуть. Я предпочитаю использовать самый старый и проверенный способ. При помощи булавочки. Вот сейчас я заколю булавку за припуск на шов, введу булавку внутрь и таким образом просто выверну стебель. Теперь мне нужно внутрь вот этой тканевой заготовки вставить трубочку для коктейля. И что может получиться? Может ожидать нас вот такое разочарование. Трубочка никак не хочет влезать. Ну, просто не умещается. Так и было задумано. Для того, чтобы моя ткань, это стретч, я напоминаю, она тянется. Для того, чтобы она плотно облегала этот стебель, я сейчас надрежу трубочку почти до самого конца. Оставлю где-то примерно сантиметр. Благодаря разрезу я могу уменьшить диаметр этой трубочки. И вот так вот уменьшив диаметр, я и введу ее внутрь тканевой заготовки. Оставляли мы нетронутым, неразрезанным стебелек, вот эту вот палочку, оставляли мы неразрезанной, для того, чтобы удобнее было работать. Сейчас я ее разрежу до конца и вставлю до конца в стебель. У меня сверху и снизу остается свободная ткань. Как поступить с ней? Очень просто. Я сейчас просто заправлю эти припуски внутрь трубочки. Они никуда не денутся, они не вылезают. Вот так вот проведу их, и они хорошо будут там держаться. И с одной, и с другой стороны. Вот получится аккуратно оформленное такое отверстие. За счет того, что ткань плотно облегает трубочку, здесь красиво лежит шов. Стебель готов. Теперь я предлагаю заняться листиком. Как сделать лист? Вот у нас был прямоугольник шириной 6 см и длиной, как я уже сказала, короче трубочки для коктейля. Вот я вырезала, сложила вдвое, вот здесь у меня сгиб. И видите, я две стороны сразу завернула наверх. Не разложила по разным сторонам, а две одновременно отвернула вот так наверх. И проложила строчку так, что она у меня сходит на нет. Нарисовала такую половинку листика. Обратите внимание, какую длинную нить я оставила специально, когда заканчивала строчку, я не отрезала нитку. Она вот такая вот длинная. Она обязательно должна быть длиннее самого листа. Что я буду делать сейчас с этой нитью и для чего вообще я это сделала? Я возьму иголку, и причем иголку такую, ленточную, побольше, потолще. Нитку введу в ушко и завяжу нитку на узелок, чтобы она была привязана к иголке. Вот так, чтобы не сорвалась. Можно даже на два узелка завязать. Теперь мне нужно иглу ввести как можно ближе к острию листика, внутрь, по сгибу ткани, внутрь листа. Теперь нам нужно провести эту иглу к выходу из листика. Чем больше игла, чем толще, тем она легче пройдет сквозь ткань, не зацепляясь за нее. И вот теперь смотрите, для чего это было нужно. При помощи этой нитки мы сейчас вывернем вот этот острый уголок и вывернем его очень аккуратно. Вот эти припуски, они совершенно лишние. Я их сейчас срежу. И вот теперь, когда нам ничего не мешает, я подтягиваю ткань. Складочки эти увожу внутрь. И выворачиваю листик. Сейчас мне нужно спрятать припуски, которые у меня были завернуты. Благодаря тому, что припуски были заложены на одну сторону, они скрывают заодно и припуски внутри. То есть вот здесь вот нет махров, очень чисто обработанная получается такой вход в листик. И благодаря тому, что мы выворачивали при помощи дополнительной иголочки, у нас очень острый окончание листика получается. Нитку отрезаем. Все, она сыграла свою роль. Подготовительные работы мы закончили. У нас готовы и стебель, и лист. Как сделать цветок? Подобным образом цветы мы с вами делали как раз тогда, когда готовили запчасти вот для этих украшений в стиле Боха. Как раз тогда мы с вами подобные цветы и мастерили. Но я напомню еще раз. Каждый кружочек мы берем и складываем дважды пополам. То есть получается четвертинка кружочка. Естественно, чтобы цветок был аккуратный, нужно, чтобы и свернуто было аккуратно. Я сейчас использую любимый зажим, чтобы заготовка держалась крепко. Мне понадобится белая нить. Я ее, как обычно, вставила вдвое и для прочности, и потому что самое удобное закрепление делать таким образом. Начну я работать от сгибов. Маленький стежок по краю. Благодаря тому, что мы его опалили, край у нас надежный. В петельку ввожу иголку. Очень надежное закрепление. Не вылетит, как может вылететь узелок. И теперь по краю заготовки я прокладываю строчку вперед иголку. Универсальная мерка, ваш палец. Ставим палец так, чтобы он был на краю детали. И до пальца доводим строчку. Первая деталь готова и сшита не до конца. Берем вторую заготовку. Опять же складываем ее два раза пополам. Я закреплю, чтобы надежно она держалась. И теперь смотрите. Мы начинали от сгибов. И вот здесь у нас сгибы. Сейчас я приложу вторую деталь на первую. Наложу. Как раз на расстоянии того самого пальчика, как мы оставили с вами. И продолжу строчку. То есть у нас одна деталь на следующую, на каждую следующую будет накладываться. И вот таким образом я сейчас сошью все детали. А теперь смотрите. Мне нужно этот цветочек закольцевать. То есть я смотрю, как у меня складывались детали. И воспроизвожу так, чтобы везде одна деталь лежала на другой одинаково. То есть везде вот этот край был выше. Следовательно, у последней детали мне оставшийся краешек нужно положить под первую деталь. И здесь тоже выдержать то же самое расстояние на пальчик. Это важно. Для того, чтобы цветок был аккуратный, вот это вот расстояние, последнее, нужно тоже выдержать. Получится вот так. Вот. И теперь мне нужно аккуратно стянуть строчку, чтобы вот эта заготовка превратилась в цветок. Вот здесь тоже важно, чтобы нитка была вдвое. Она так надежнее. Стебель готов. Мы его уже сделали. И теперь я расправлю цветок так, чтобы он обнимал стебель. Подтяну нитку. Сначала мне нужно закрепить. Обратите внимание, что стебель у меня будет торчать из цветочка где-то примерно на 2 см. Вот так. И теперь я закреплю нитку, можно через всю трубочку. Она легко прокалывается, здесь тонкий пластик. Делаю стежок, подтягиваю. Делаю стежок по другой стороне. И можно через вот этот стебель закрепить надежно цветок на трубочке. Вот. После того, как я подтянула, у меня получился вот такой аккуратный цветочек. Обратите внимание, что вот эта вот аккуратность, вот эта вот симметрия цветка зависит именно от того расстояния до края, когда вы будете один лепесток накладывать на другой. У нас осталась желтая серединка. Сейчас я тоже проложу строчку шов вперед иголку на расстоянии примерно 5-7 мм от края. По самому краю не нужно. Оставьте будущую оборочку. Проложила строчку и тоже стягиваю. Получился вот такой чепчик. Это и будет серединка граммофончик нашего нарцисса. Я сейчас его надену на стебель, который остался сверху. И мне нужно будет закрепить на стебельке граммофончик. Проколю трубочку. Верну на место. И подтяну строчку. Вот на этом этапе нужно аккуратно расправить складки, чтобы они равномерно распределялись по всей окружности. После того, как мы скрепили между собой желтую деталь и белую, у нас уже вырисовываются очертания цветка. Но вот этот вот желтый граммофончик как-то не совсем еще интересно выглядит. Как можно помочь? Как можно сделать красивее? Я сейчас проведу иголку сквозь трубочку, сквозь стебель, который внутри. И постараюсь найти иголкой центр вот этой вот верхушки желтой. Сделаю очень короткий стежок и уведу нитку обратно к основанию цветка, к лепесткам. Когда стежок подтянется, вот этот граммофончик примет такую интересную форму. Расправить его. Серединка уйдет вниз. Складочки образуются такие интересные. И все. Теперь мне осталось только расправить лепестки и закрепить нить. Цветок почти готов. Нам осталось только пришить листик. Сделать это очень просто. Нужно только совместить два шва. Тот, который у нас на стебле, и шов, которым мы стачивали листик. Таким образом, когда мы их совместим между собой, они у нас взаимно закроются. Сначала я закреплю низ листочка вдоль окружности, вдоль низа стебля. А потом выведу нитку так, чтобы она у меня вышла через шов стачивания. Вот так. И теперь я буду прокладывать потайные стежки внутри листика вдоль шва одного и второго шва стебля и шва листа. До самого верха пришивать не нужно. Я оставлю вот примерно 5 сантиметров листика, чтобы он был свободен. И теперь мне нужно закрепить нитку и увести хвостик внутрь листика, чтобы надежное было закрепление, чтобы не сразу отрезать узелок. Совсем немножко потрудиться, и у нас получится букет нарциссов. Как я и говорила, здесь чуть ли не самым главным является то, чтобы листики были разной длины, и чтобы цвет играл на стеблях и листьев. Вот я поиграла разными сторонами своей ткани. Она мне позволяет это. И теперь у меня получится настоящий весенний букет из нарциссов и тюльпанов. Сегодня вы убедились в том, что нарциссы делать очень просто. Получится у всех. В следующий раз мы с вами продолжим эту тему «Новые жизни для старых вещей». А на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова